Здравствуйте, Владимир. Добрый день, Арма. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, видеоканал «Утранитный звездов». Сегодня у нас встреча очередная с мастером нашего новенького библиотеки боевых искусств. И встреча. Мы обсуждаем новую книгу Владимира. Это сказки людей города Топов. Был я на презентации. Очень понравилось. Уже есть некоторые видео из презентации и вообще твоего выступления по поводу каменов. Хотелось бы немножечко, может быть, отступить от той темы, которая была более праздничной, и немножко как-то углубиться именно своими пониманиями. Сама идея и весь смысл и позыв про написание этой книги. Что ты хотел донести? Собственно, добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Роман, что спрашиваете. Идея очень простая у книги. Книга – это вершина такого большого айсберга коммуникаций, обсуждения, традиций нашей школы. Я занимаюсь направлением кунюань дачи. Это, собственно, школа, созданная мастером кунжитяном. И я ее представляю в России. И, собственно, моя задача – рассказывать о занятиях по философии этой школы. Эту философию представлять. И книга описывает именно школу кунюань. Как я ее сейчас вижу, как ее сейчас получилось организовать. Некий современный этап. То есть, в книге событие разворачиваются в течение полгода примерно, до как раз начала карантина и с восемь прошлого года. То есть, по ходу много происходит событий там в школе. И, соответственно, я о них рассказываю, читаю лекции с вами, студентом. И вот мы с ними обсуждаем принципы школы, философию, практику, отдельные занятия, какие-то события. То есть, книга – это свидетель нашего общения со студентами по поводу цигун, по поводу боевого искусства, ну и по поводу жизни вообще. Потому что не существует никакого цигуна или боевого искусства отдельно от жизни. То есть, есть конкретная жизнь конкретных людей. В основном здесь люди, которые занимаются в Москве. Здесь в нашем пространстве студент-души. Лекции считались для них, они сидели напротив. И потом эти лекции вошли в состав унии. А хотел вот такое сделать, наверное, уточнение для тех, кто как-то изъявит желание приобрести, увидеть эту книгу, почитать. Все-таки эта книга как-то больше художественная или не имеет какой-то образовательный, еще раз сказать? Не сложно определиться с жанром. У нас сейчас такая жизнь, что она иногда какая-то очень смешная и веселая. Иногда какая-то достаточно серьезная. И образование в ней есть. То есть, это, в общем-то, книга про вот нашу жизнь в цигуне и в боевых звездах. Она в какой-то степени документальная, а не такая рассуждательная. То есть, с погонками выхода к теории и к науке. А в какой-то момент она спускается до какого-то диалога очень простого. То есть, ландшафт книги, он такой, как и название, неравномерный. То есть, там есть какие-то очень мысли про высокое, а есть какие-то очень мысли про опыт. Ну, здесь я смотрю, вот написано «Людей, горы, потоков». А вот где-то между строк, наверное, проявляются эти долины, где можно оттопить. Ну, соответственно, да. То есть, само название книжки – это путь в боевых искусствах. Я думаю, что ты согласишься, что занимаясь единоборствами, занимаясь цигуном, то есть, какими-то внутренными практиками. То есть, мы все время сталкиваемся с двумя вещами. Что путь содержит в себе какие-то трудности, горы. То есть, и мы в таком режиме, ну, не восхождения, но подъема в гору находимся. Таковы, например, наши учителя. То есть, это люди, которых очень сложно понять. Нужно подняться, попытаться подняться на их уровне. Что непросто. Я уезжаю учителю два раза в год, когда нет карантина. Вот. Пытаюсь только понять, что и как он делает. То есть, насколько… Потому что это глубокая вещь. Это… Это сложность – это вот подъем в гору. С другой стороны, конечно, практика дает великолепное настроение, состояние, здоровье и какое-то вот ощущение гармонии с миром. То есть, как будто мы сидим вот в этой реке, да, и она на нас идет. Наслаждаемся этим моментом. То есть, конечно, таких моментов у тех, кто занимается цигун и медитацией, их становится больше. То есть, по сути, мы вот как бы… Наше путешествие, вот, оно нам, конечно, ведет жестоко, потому что им надо заниматься. Но зато оно нам приносит вот эти моменты отдыха и погружение в покой очень-очень-очень-очень глубокий. То есть, в принципе, в этом как раз и весь смысл занять там любое искусство принципом, чтобы, как бы, чтобы та наша часть, которая вот стремится к трудностям, она насытилась, да, борьбой там и так далее. И та часть, которая стремится к отдыху, она как-то тоже, ну, нашла, да… Поляну для… Да, поляну для… Да, поляну для, так сказать, где развернутся. В книге есть такая глава, наверное, глава, где есть отзывы или прецензии людей, достаточно авторитетных, из разных областей. Как бы ты сам мог бы… Ну, здесь разные эмоции рассказывают, да, рецензианты. Для кого она, для чего она. Как-то… Вот, с точки зрения тебя самого, как бы, со стороны, посмотрев на эту книгу, как бы ты ее прецензировал, как бы ты… Кому бы ты ее рекомендовал и… На тот взгляд, что вот такой прям удар она может дать для человека, который ее прочитает? Прежде всего, книга адресована, конечно, тем, кто занимается своими искусствами и системами, да, саморазвития, какие-то 20 секунд, упражнениями такими, которые позволяют нам изучить себя глубоко, создать себя, да. Так как я сам занимаюсь больше 30 лет, и за это время, вот, привык к этому пути, я понял, что нужно двигаться с остановками. То есть, путь, он подразумевает, что мы совершаем некие действия, да, то есть, занимаемся, тренируемся, и потом садимся, пьем чай и обсуждаем нашу деятельность тренировочную, да, то есть, нашу практику, боевое искусство, собственно, наш внутренний мир, да, который при этом открывается. То есть, вся книга, вот она о том, что, двигаясь по пути, нужно совершать остановки, праздновать, да, какие-то достижения, и не меньше четверти времени посвящать, вот, созерцанию тех прекрасных мест, в которых мы путешествуем, да, в мире боевых искусствах, в мире инцикл. То есть, книга книга про то, что осмысление пути, да, то есть, обсуждение с учениками, с учителями, с коллегами, да, по цеху, с представителями других боевых искусств, да, со своей школы, и это такой важный, важный, важный этап, без которого все теряет смысл. То есть, вот, смысл идти вот в этих остановках, как в горах идешь, правило 45-15, да, 45 минут прошло, на 15 минут посиди. То есть, без вот этих обсуждений, мы, к сожалению, да, как люди, да, то есть, нам коммуникация очень важна, нам важно поговорить, обсудить, что происходит в нашей школе, то есть, куда мы движемся, да, потому что вот этот разговор, он имел место быть. Это, главное, это то, что сама книга отражает как действие, да, то есть, книга – это действие. Вот, эта книга – это действие, которое призвано создать коммуникацию внутри школы боевого искусства, да, внутри школы цигун, вокруг, с коллегами и так далее, да. Вот, наверное, это все мне самое главное. Немножко, ну, и по теме, и немножко вот отвлечемся от самой книги. На твой взгляд, насколько интересно сегодня вообще мы будем читать книги и, в частности, именно бумажную, бумажную варианту книги? Понятно, что, я уже узнал бы, редакторы книги, что есть и электронные версии, да, книги? Да, конечно. На твой взгляд, насколько вообще ценна именно бумажная книга, не иметь в руках? И насколько это актуально сегодня нашим, таким, все больше и больше, как мне кажется, цифровым трудом? Я уверен, что вот эта привычка с карандашиком читать, отмечать, как бы, то есть она, конечно, стратежина и, конечно, но она до сих пор глубоко символическая. Это история, да, с тем, что я могу книгу подписать, да, своего студента, да, для коллеги, да, для того, кто мне в вашем цене, подарить. И чтение, конечно, даже, я по себе скажу, вот я сейчас эту книгу озвучиваю, какая у тебя книга, и читая ее, как бы, вслух, я нахожу там много, не хочу сказать, что как умных мыслей, да, нет, я нахожу там такие места, которые требуют дальнейшего обсуждения и разворачивания. То есть те мысли, которые, на мой взгляд, содержат в себе определенное развитие, определенное движение вперед, определенный потенциал. То есть вне контекста чтения, ну, наверное, неважно электронного или неэлектронного, но вне контекста чтения, скорее всего, невозможно, ну, не развитие школы, не развитие человека. То есть книги, вот они пишутся как раз для того, чтобы мы их читали, мы их комментировали, мы их обсуждали. То есть это создает тот, как раз интеллектуальный, да, как бы, слой, ту следу, в которой, как бы, наш ум может развернуться и проявиться, развиться, да, в которой мы можем выявить, ну, позиции друг друга, да, то есть как в боевом искусстве, да, то есть обменяться, да, определенными смыслами. Поэтому книги, они для того, чтобы пишутся, чтобы вы их читали, вот, и, ну, может быть, даже иногда вслух, потому что медленно тогда получается. То есть, прочитывая, как бы, строчку за строчкой, итог некое размышление и рассуждение, да, Боже, ой, я понимаю, я верю, что мы настолько замедлимся, что начнем что-то понимать про себя и про школу. То есть мы просто обычно очень спешим, и нам очень сложно сосредоточиться на какой-то конкретной мысли, идее, да, о каком-то элементе дискуссии, да, о каком-то. А вот чтение, как раз, это уникальная, абсолютно, как бы, медитация, то есть лучшая медитация, это медленное чтение. То есть для буддийских школ, да, то есть аналитическая медитация заключается в том, что мы берем некий тезис из текста классического, ну, рано говорить о том, что текст классический, но он текст. И мы его начинаем обсуждать, а что мы поняли, а что мы поняли, а что, как бы, произошло, что в тексте автор пытается нанести, какую мысль, да, то есть поверх текста разворачивается разговор. То есть книга, это повод ее прочитать, повод ее обсудить с друзьями. То есть это самое-самое-самое важное. То есть за счет того, что книга дает некую основу коммуникации, да, то есть нам есть что обсуждать, есть что покритиковать. Вот, то есть мысли, как бы, которые мы покритиковали, ругали, сказали, о, какая-то, какая-то странная мысль. На самом деле надо, вот, по-другому мыслить, да, то есть это же и есть, как бы, суть, ну, жизни, да, много европейского человека в восточной культуре. То есть я-то вот верю, что эта книга, возможно, поможет Запад сделать немного восточнее, а Восток немного Западнее. Потому что на Западе всем стремно обсуждать и критиковать, и, как бы, очень странно, да, то есть это выглядит, да, это мир авторитета. Вот, не так на Западе. На Западе это свобода мысли, это свобода, как бы, выражения, собственно, мысли, творчества. Но когда творчество по поводу неких хорошо наработанных вещей, это же очень устойчиво, то есть это добавляет западному человеку корней связи с природой. И вот, 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 я имею ввиду. Обсуждение, как бы, европейских людей, да, классических традиций, да, восточных, потому что это классические традиции, да, здесь есть много упражнений, да. Она в книжке отписывается вот с такой бабочкой, как раз баня, я их очень люблю делать, учитель очень любил делать, так это восьмой век. Какие традиции у нас сохранились с восьмого века? В ежедневной практике. О, это что-то на античном уровне. То есть это некие корни, да, то есть это круто, потому что это соединение как вершков и корешков, вот вершина потоков. В этом смысле европейцы всегда лежат в гору, и это круто, это классно. А восточные люди все время, они как рыба в глубокой воде, они даже не ныряют на поверхности или где-то там в глубине. И вот эти горы и потоки, да, то есть мы в себе должны соединить, вы понимаете? Когда мы как бы, ну, какую-то вот цивилизационную определенную задачу решим. Решим задачу момента, потому что что в мире происходит? В мире происходит как бы глобальное, как бы, столкновение и синтез культур каких-то, да. И мы видим, да, что как бы, что это происходит и будет происходить, и наши дети и внуки будут жить в мире, в котором культуры друг в друга проникают. То есть, вот, например, Роман, да, вы же всю жизнь занимаетесь тюдо. Да. Простой российский парень, да, и я всю жизнь занимаюсь тюдо, да, в китайском. Я учился в Китае, а вошли в Россию мира. И это реальная ситуация сейчас. Ее надо обсуждать. Нужно понять, да, как вот связать эти вершки и корешки. Как сделать привал. И вот все так обсудить, чтобы связалась, да, наша тяга к развитию, росту и движению вперед. И восточная тяга к медитативности и погруженности в природу, да, растворенности в этих потоках. Потому что понятно, что этот поток вам будет очень приятным. А преодолевательность очень интересный. Поэтому так. Владимир, я не уверен, что следующие мысли принадлежат именно этому человеку. Ну, не буду тогда называть какое-то имя. Просто есть такое извлечение, она в восточном, из китайского, что слова имеют основу дела хозяина. Как ты совмещаешь словно и дело в своей деятельности? Вот книга, это по сути именно слова, которые записаны, да. Но мало, допустим, человеку прочитать, да. Потому что я прочитаю это, чтобы со мной именно на телесном уровне изменится. Надо бы заниматься, да. То есть все-таки, все-таки, да. То есть я сторонник того, чтобы мы попробовали всегда совместно что-то поделать, а потом что-то обсудили. По сути я преподаю вот с 96-го года, да, то есть и вот последний год начали проявляться какие-то тексты, да, в которых я это все анализирую, да. То есть дискуссия идет все время, то есть мы все время занимаемся и самый лучший вариант, да, то есть попробовать поделать пациентку, попробовать поделать упражнения в школу, какие-то парные практики и тогда обсудить свои ощущения. То есть все-таки вот я считаю, что микс как-то важен, да, то есть важно как бы и действия, и обсуждения. Они очень друг другу помогают, то есть очень ценно и вкусно, да, когда мы занимаемся и обсуждаем. И потом организуем уже как-то наши, да, движения, да, кстати, да, создаем какие-то, да, там, школы, семинары и так далее, да, то есть где это можно, да, делать и обсуждать. То есть также я, например, создал, да, там, онлайн-школу, можно заниматься дистанционно. Есть живые уроки онлайн, да, то есть когда можно прям вживую присутствовать по уроке. Есть, можно прийти в студию, можно организовать сценарий и так далее. То есть создать некий совместный, да, как бы, совместное некое действие, да, то есть совместное погружение, например, в циву, в традицию внимания и потом обсуждать. Так гарантированно интереснее всего. Это самое-самое лучшее, да, что мы можем придумать. Что-то поделать вместе, а потом обсуждать. Идеальный формат. В заключение нашей сегодняшней беседы и такого видео-обзора твоей книги вот так вот коротко и так вот ударно, можно так сказать, скажи, пожалуйста, просто, ну или так смотивировали людей, почему все-таки они не должны, а они хотя бы, да, должны задуматься, что вот надо попробовать и прийти попрактиковать. Очень-очень простая мысль, что не случайно всю философию... ... ... ... ... ...